здравствуйте дорогие друзья рад вас снова приветствовать на канале геомир огромное спасибо что зашли посмотреть мой очередной видеоролик ну а сегодня мы с вами как обычно поговорим о необычных вещах отправимся в хакасию и рассмотрим вот такую вот гряду горную гряду это всем известные сундуки 1 2 3 4 сундук ну есть еще 5 но честно говоря мне хотелось сегодня поговорить не об этом а хотелось поговорить о петроглифах которые есть в районе 4 сундука то есть горы 4 сундук так называемый про сами сундуки будет отдельный ролик мы с вами поговорим порассуждаем посмотрим повпечатляемся тоже и какие-то свои версии может быть тоже выдвинем по этому поводу но мне хотелось посмотреть все таки вот идет петроглифы которые расположены вот у подножия этой горы как они выглядят и что они себе представляют вообще и какой все-таки смысл какую информацию эти петроглифы несут есть очень много мнений есть очень много тоже рассуждений по этому поводу мне кажется там наглядно все видно в этих петроглифах и зачем чего-то какие-то доводы еще там дополнительные где-то искать и чего-то рассуждать когда ясно даже простом обывателю что глянем по фотографиям еще раз как выглядеть сами сундуки конечно же уникальное просто творение природы до похожи похожи именно на сундуки эти все образования да и вообще тут горная гряда конечно же она весьма такая впечатляющая посмотрите на эти образование виды конечно же здесь друзья мои просто завораживающие вы только посмотрите на это на все вот такая красота открывается да явно конечно же это уже скорее всего осень вид с одного из сундуков ладно и микроскопами конечно можно любоваться просто-напросто бесконечно давайте перейдем мы все-таки наверное на петроглифы и рассмотрим их как они выглядят и коры будто бы кто-то выдавил из земли так вот смотрите только величественно поднимаются над всей равнины причем именно в одном месте так ну что касается самих петроглифов и достаточно конечно же много и все мы их с вами не просмотрим но основные все таки давайте на них остановимся и немножечко разберем вот так более подробно итак первые петроглифы которые хотелось не рассмотреть наверное самые известные кто из туристов был все это наблюдал и видел но давайте теперь мы с вами рассмотрим что здесь изображено итак давайте посмотрим вот на верхний рисунок посмотрите что это такое может быть ну да очень в принципе как фигура похоже на человека да ну то есть и ну не художники изображали это все выдалбливали из камня это все да со временем может быть что-то здесь изменилось но что в руках данного человека либо данного существа будем говорить что это такое вообще что это за предмет такой что хотели древний изобразить то есть по сути они изображали всегда то что ассоциировалась у них с бытом с их жизнедеятельностью и так далее животных каких-то там также людей так далее что такое может переносить данный человек посмотрите то есть он двумя руками держит непонятно какую-то какой-то такой вот такой выступ из похоже на что-то на какой-то бочонок либо какая-то катка и это переносит куда-то очень странно почему у него такие огромные ступни в общем есть такое предложение что здесь люди изображали снежного человека в древности странно конечно но есть еще одни очень интересные странности давайте ниже опускаемся опускаемся ниже видим как в принципе изображали людей в древности вы посмотрите во первых почему такие очень худые худощавые такие вот такое телосложение получается коррек очень длинные руки непропорциональные вообще формы все но наряду с этим рядом опять же изображение вроде бы как и более похоже на человека то есть хорошо если со временем эти рисунки изменились до каким-то образом то наоборот бы принципе вот это изображение стало шире где-то откололось больше камней здесь и изображение изменилось в обратную сторону но здесь принципиально изображали у такого худого человека непонятно почему ниже опять то же самое мы видим изображение уже более плотного человека хотя очень интересный момент тоже читал описание данного петок петроглифа что у этого человека в принципе отсутствует шеи то есть каким-то образом тоже связали с изображением вот этого неизвестного гуманоида то есть снежного человека вот может быть они пытались изображить какого-то зверя все-таки здесь еще одни очень известные петроглифы которые находятся на горной гряде сундуки именно в области четвертого сундука вот такая вот головоломка здесь изображены такие две крупные фигуры опять же хочу обратить ваше внимание насколько непропорциональные черты строение тела находится кроме всего прочего можно наблюдать изображение еще хвоста что это за существо вот просто загадка с правой стороны смотрите изображение уже такое маленькие как бы люди до изображены то ли это были великаны то ли это изображали детей то ли эти люди посмотрите они подняли руки вверх ну да они не сдаются но они в удивление либо приветствуют именно этих великанов кого изображали причем хвостатых и таких огромных внизу есть тоже какие-то дополнительные изображения что это такое непонятно может быть это часть изображена часть какого-то летательного аппарата космического аппарата как вы думаете друзья мои или все-таки это все просто воображение выдумки но хотя опять же вот этот петроглиф тоже довольно таки загадочный здесь если мы посмотрим то вроде бы как еще одна фигура просматривается это же человекоподобного существа но не с пропорциональными вот этими частями тела но хвосты вот у этих фигур у крупных конечно же просто добивают что же такое кто это и кого пытались все таки изобразить таким образом люди жившие в этой местности много много лет назад идем с вами дальше и здесь еще одни петроглифы можем рассмотреть есть конечно же еще больше загадочные изображения опять же вроде бы человекоподобные какие-то существа изображены но а вот это вот посмотрите вот с правой стороны дал здесь фигура вроде бы как человека что-то он держит в руках но может быть лук скорее всего ну а здесь просто какое-то рептилоидное существо похожие на богомолы может быть даже посмотрите как это выглядит очень странно тоже кого изображали причем изображали вот в таком огромном огромный такой рисунок рядом с человеком тоже непропорционально огромный рисунок неужели такие существа здесь водились ну всякое может быть конечно же либо этих существ люди видели где-то еще и потом уже перенесли на камень как вы думаете все-таки кого здесь пытались изобразить древние люди но на человека это явно не похоже ну и на какую-то известное животное я бы сказал тоже совсем это не похоже чем это вообще здесь ассоциировались вот эти художники какие у них были ассоциации и что они тут хотели изобразить вот кроме всего прочего у человека на голове мы видим тоже какой-то предмет то ли корона то ли это какая-то нимфа светится там непонятно тоже чего-то здесь все-таки они хотели доказать и выразить какое-то свое видение странное древние непонятные нам но вот этот вот петроград конечно же с правой стороны он просто поражает помимо конечно же сундуков и петроглифов здесь удивительные вот такие вот деревья могут встречаться что говорит конечно же о каких-то изменениях либо в гравитации либо в электромагнитном поле кстати говоря по поводу воздействия электромагнитных каких-то волн и гравитации в области аномальных зон так называемых будет у меня еще отдельная статья именно по своей местности как я уже не раз говорил что именно аномальная зона которая официально существует она расположена совсем недалеко где я проживаю и в этой местности я в этом году несколько поездок сделал да есть фотоотчеты есть видео но это все будет чуть попозже такой вот еще друзья мои петроглиф здесь конечно крайне сложно понять вообще что есть опять же человеческая фигура мы видим но какие-то определенные черты уже подразрушены то же самое изображение претерпели конечно же временные такие изменения вот воздушной эрозии как всегда постаралась но и не совсем ясно что здесь изображено еще одно человекоподобное существо вид у подножия горы самой кашу камни прям свисает здесь мне кажется достаточно опасно даже находиться стариками внизу лежат да так что срываются падают достаточно часто многих исследователей поразило вот это вот это вот петроглиф друзья мои посмотрите но здесь человек изображен идущий на лыжах вот они ногах это явно лыжи посмотрите загнутый он держит копье в руке либо стрелу ну и конечно же лук мы видим но вот на кого он находится что это за животное такое конечно же вообще непонятно кто это есть странно еще конечно голова у человека посмотрите ну вроде бы ладно пропорции как бы тел чуть-чуть здесь соблюдены да неплохо все изображение но что же него такой длинный нос или клюв почему начну в какой-то маски может быть находится для чего это все ну да в европе мы помню такие маски когда во время чумы использовали там для определенных целей не будем даваться в подробности очень долго рассказывать про это про все тоже нужно отдельно об этом говорить вот но а здесь то пока сито чего это такая маска странная ну и интересно конечно за животное которое находится но так друзья мои совершили мы с вами сегодня такую удивительную прогулку в далекую загадочную хакасию своими тайнами горная гряда сундуки загадочная тоже таинственное такой выход какая сила только двигала вот этими всеми горными породами которые вылезли так из земли странно очень по таким острым углом таким образом они выглядят ну а петроглифы и вот эти изображения наскальные конечно же поражает своим своей загадочностью что хотели люди здесь сказать и какую информацию донести и вообще для чего это сделано было конечно же довольно-таки странно но обязательно пишите комментарий свое мнение высказывайте по поводу петроглифов как вы считаете что древние люди хотели какую информацию нам с вами передать а может быть просто не хотели а так изображали это все на определенное в определенное время во время охоты когда-то или там длительных каких-то странствий куда-то и вот выдалбливая это все из камня просто проводя время но тем не менее все равно как вы считаете все таки информацию нам древние люди старались передать либо нет пишите это все обязательно в комментариях обсудим с вами поговорим я стараюсь конечно же отвечать на каждый комментарий который есть на канале если когда-то там что-то не ответил приношу свои извинения комментарии бывает очень много иногда и пропускаешь а времени не хватает ну вот такой у нас сегодня получился необычный видеоролик друзья мои но на этом я буду заканчивать надеюсь он для вас был хотя бы немножко интересен и полезен